С первыми снегопадами. Начиная с субботы, погода преподносит жителям республики неприятные сюрпризы в виде дождя с мокрым снегом. Причем это не аномалия, говорят синоптики. Например, в Мариел в 1996 году была зафиксирована минимальная температура для этого периода минус 7 градусов. А в 1974 году наоборот. Максимальная температура воздуха в эти дни достигала 23 градусов тепла. Период нынешней непогоды продлится еще несколько дней. В республике сохранится холодная погода до четверга. Температура воздуха ночью минус 2 плюс 3. Днем 0 плюс 5 градусов. Причем среднесуточная температура ниже климатической нормы примерно на 5 градусов. Ожидается временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А с четверга до следующей недели прогнозируем погоды без осадков и постепенное повышение температуры. Причем в субботу днем она может подняться до 5 плюс 10 градусов. Сейчас же дирижером погоды является обширный высокий циклон с центром над Волговецким районом. И такие условия, как в эти дни, больше характерны для конца октября. Обычная подготовка к зиме, утепление окон, покупка новых пуховых одеял. Морально готовимся. Будем ходить по магазинам, искать теплую одежду. В первую очередь вон ребеночку покупаем вещички теплые. Дома стоят стеклопакеты новые, пластиковые, тепло. Два года назад поставили трубы новые, батареи отопления. Дают отопление, обогревателями обходимся. Окна заклеиваем обязательно, это в первую очередь. И, конечно, вещи покупаем зимние, уже теперь холодно стали. Окна еще не утеплили, но собираемся в ближайшие выходные. А готовимся, одежду зимнюю покупаем себе, детям. Запасаем дрова, топливо, детстве надо. Покупаем теплую одежду, как еще-то. Зима у нас суровая, так что приходится готовиться чуть ли не с лета. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова